Привет, друзья! В 21 веке краткость стала ближайшей сестрой не только таланта, но и большинства обладателей интернета. Меня зовут Настя, и сегодня мы познакомимся с некоторыми сокращениями, которые стали популярными не только в сети, но и в разговорной речи. Краткость порой приходится близкой родственнице экономии времени и денег. Ведь можно и разориться на отправке длинных смс каждый раз, когда хочешь сказать, например, I love you вместо современного I-L-Y. Да, именно так сокращенно звучит фраза я люблю тебя. See you this evening, I-L-Y. Увидимся этим вечером, я люблю тебя. Будьте уверены, отправляя очередное S-Y или C-U, собеседник поймет вас правильно. S-Y значит до скорого, но советую не писать подобные сообщения людям старшего возраста, потому что для них это может выглядеть как что-то странное и даже пугающее. I have to go to work now, S-Y. Я должна идти на работу сейчас, до скорого. Наверное, все встречали на просторах русского интернета загадочное буквосочетание IMHO. Откуда взялось это сокращение и что оно значит? IMHO стало отзвуком английского I-M-H-O, которое расшифровывается как In my humble opinion, по моему скромному мнению. Do you like this picture? IMHO, it is great. Тебе нравится эта фотография? По моему скромному мнению, она замечательная. T-N-X или T-H-X. Можно подумать, что это марка одежды или даже автомобиля. На самом деле, знакомое с детства выражение благодарности. Спасибо. Русскоязычные любители сокращений уменьшают до S-P-S. Англоязычные thanks чаще всего сокращают до T-N-X, T-H-X или thanks. Вместо thank you вы часто можете увидеть TY, что не имеет ничего общего с русским ты. Это была классная вечеринка. Спасибо за приглашение. Ну что ж, друзья, теперь-то вы не потеряетесь в море сокращений. I-L-Y, I love you. I-M-H-O, in my humble opinion. T-N-X, T-H-X, thanks. А вам я хочу сказать S-Y. See you. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!